Приветствую всех участников нашего мероприятия. И я начну со своей истории, поскольку у нас сегодня именно будут истории по применению продуктов в компании Tentorium. Начну с себя. Меня зовут Наталья Масалова. В компании Tentorium я уже 22 года. И до Tentorium я закончила Карагандинский медицинский институт, педиатрический факультет 36 лет назад. Как хорошо, что есть такой золотой слиток, и накануне мероприятия я его съела. Видите, иногда бывают такие вот стрессы. И что меня беспокоило? Это часто бронхиты, атиты. И вот первый продукт, с которым я встретилась, это был водный прополис. Вот хорошо помню, что в тот момент как раз очень болело ухо. И вот турунды, ушка с водным прополисом дали мгновенный обезболивающий эффект. Мне это очень понравилось. Позже добавились и маточное молочко, и опиток, и хлебина, это перга. Вот, и все другие продукты. И, конечно же, с каждым разом болело легче. Вот, и без применения антибиотиков. То есть, меня это очень радовало. Хорошо запомнила, знаете, какой результат? Вот, когда впервые я стала, употребила программу желудочно-кишечного тракта, мне мои коллеги, доктора, они все сказали о том, что, ну, спросили, какой косметикой я пользовалась, потому что, ну, очень посвежее лицо. Вот, вот так действует вот эта программа ЖКТ. Я всем советую. Два раза в год, весной и осень, ее обязательно пройтать для очищения организма. Одновременно стала оздоравливать и детей. У дочери частые ангины, очень быстро катаральная переходила в фолликулярную гнойну. Но у сына проблема тоже с носом всегда была аденоиды. И первое, вот для них первый продукт был – это хлебина. Дело в том, что там еще проблемка из-за того, что частые антибиотики принимали дети. Проблема дисбактериоз кишечника беспокоил. И вот результаты не скажу, что сразу, нет, но где-то уже через три месяца, через четыре уже улучшение и со стороны кишечника у обоих детей было, и стали реже болеть. А самое главное достижение – это без антибиотиков все дело обходилось. Вот, то есть результат очень хороший. Я очень-очень довольна. Вообще, любимые продукты у детей все абсолютно. Экстра, лору, Дэвид всегда были. Я всегда с собой в школу им давала, то есть из большой банки отсыпала в маленькую баночку, и вот они в течение дня там на переменах роса свалить и драже. Очень хорошее драже тоже рекомендую деткам, ОДэвид и Экстра, лор. А еще у меня трое внуков. Но именно вот их историю по применению я хочу, чтобы рассказала Дробот Дарья. Это их мама и моя дочь. Здравствуйте, меня зовут Дроба Дарья. Я из города Челябинска. Мне 34 года, и я мама троих замечательных деток. Я своих детей называю медовые малыши, потому что даже будучи еще не родившимися, они уже любили продукты пчеловодства и активно их употребляли. Во время беременности я спасалась продуктами компании Тинториум, и во время токсикоза, и все мои три беременности проходили очень-очень благополучно. Какие были самые любимые продукты? Конечно же, Аписпира, потому что щитовидная железа активно участвует во время беременности, ее обязательно нужно поддержать. От токсикоза меня спасал наш любимый водный прополис. Про токсикоз я поэтому и не знала. Конечно же, перга, хлебина всегда была в моем рационе во время беременности, потому что она активно участвует в закладке всех органов у ребеночка. И обязательно маточное молочко, поддержать себя, свой женский организм, чтобы он хорошо выносил моих малышей замечательных. Конечно же, после родов для меня это тоже большая радость, что я достаточно долго кормила своих детей грудью. В общем, в общей сложности у меня опыт кормления 6 лет. И в этом тоже хочется сказать большое спасибо нашим замечательным продуктам, особенно маточному молочку. Во время кормления грудью я активно употребляла биэктив. Это был мой, ну и по сей день остается один из моих любимых продуктов. Малышам прямо в роддоме незаменимым продуктом стал апибальзам 1, потому что все складочки апибальзамчиком я смазывала. Поэтому у детей не было опрелости, не было никаких кожных воспалений, высыпаний. Детки были красивыми, здоровыми малышами. Затем с месяца жизни в их рацион я стала включать АПВ по одной капельке на месяц жизни. Тоже, чтобы поднимать иммунитет, чтобы все у них было хорошо, чтобы они развивались хорошо. Ну и если мы рассматриваем сегодняшнее время, наша любимая аптечка в нашей семье всегда присутствует водный прополис, крем Тенториум. Дети уже даже сами мажут себе какие-то синячки, ссадины. Ну и плюс массажик вечерний, это уже традиция с кремом Тенториум. Обязательно апибальзам 1. В период простуд в носике закапываем только его. Очень эффективен и нравится детям, потому что не щиплет. Очень комфортно. Затем продукт номер один, тоже любимый продукт в нашей семье. Мы его добавляем и на зубную пасту. Детки с удовольствием чистят с ним зубки. Ну и также во время простуд смазываем им горлышко. Тоже очень полезно и эффективно. Конечно же, любимый продукт у нас также Апихит, потому что во время каких-то кишечных инфекций тоже очень хорошо помогает. И мои дети безумно любят медовые композиции всевозможные и с маточным молочком. Особенно с лецитином медовую композицию любят мои дети. Им даю, потому что, чтобы хорошо учились, они у меня хорошо учатся. Они занимаются танцами, спортом. Чтобы поддержать их растущий организм, наши продукты мне всегда в этом помогают. Ну и главное достижение то, что мои дети растут без антибиотиков. И даже когда к нам приходят врачи, очень удивляются, что мои дети ни разу в жизни не пробовали антибиотики. Для меня это огромное достижение. Что, да, дети мои болеют, как и все, но мы очень легко из этих болезней выходим. Спасибо всем за внимание. Очень рада. Так, вы услышали историю молодой мамы. Что бы я еще добавила по грудному вскармливанию, вот именно тогда, когда не хватает у мамочки молока. Это крем Апибюст наносим на молочные железы. То есть рефлекторно это будет усиливать молокоотделение, лактацию. И плюс это очень будет хорошая профилактика мастита. Ну и плюс это борьба со стремией. И вот, кстати, этот крем можно наносить и на бедра, и на животик. Ну то есть там, где есть проблемные места. Ну и, конечно же, я очень довольна, что мои внуки не знают, что такое антибиотики. Вот. А сейчас следующий выступающий. Этого доктора я знаю уже более 20 лет. То есть вот это был первый, наверное, врач, с которым я в тенториум познакомилась. Херувимова Людмила Ивановна, детский хирург. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Херувимова Людмила Ивановна, врач по специальности детский хирург. В компании 22 года. В то время я искала здоровительную систему для своих подрастающих детей. И информацию о том, что компания существует, продукты пчеловодства, мне посвятила Любовь Чагина, моя сестра. Чему я очень обрадовалась и стала изучать продукт. Первым продуктом, который я применила для себя, это был экстрабейфунгин. И для чего я применяла? У меня была малокровие, гипотония, синдром хронической усталости. И после применения продукта гемоглобин у меня увеличился от 90 до 120 через месяц. Я, конечно, была довольна этим. И более активно стала применять в семье, а также даже и на работе. Второй случай, о котором я вам расскажу, это проблема со здоровьем моего сына. В подростковом возрасте у него появилось высыпание на локтевых суставах внутренней поверхности, что явилось признаком неридермита. Я была, конечно, очень озабочена этим и обратилась к аллергологу, своей коллеге. Но, тем не менее, вспомнила о продукте и решила этот безопасный способ применения продукта пчеловодства применить на сыне. Я ему дала APV и Tenturium Plus. После применения, через месяц-полтора у него исчезла сыпь, не было зуда, к моему удивлению. И таким образом я поняла, что восстановилась не просто кожа, но восстановилась проблема желудочно-кишечного тракта, о которой я детально не знала. В следующем случае было применение продуктов пчеловодства, конкретно APV, у меня на работе. Ко мне заходит девочка в кабинет, хромает подросток, температура 38, ночью не спала, за словом мамы, оказалось, что у ней укушенная рана. Три дня она где-то лечилась, не знаю где. Когда я открыла рану, то увидела очень сильное воспаление в области, рана в обороте бедра была, очень сильное воспаление и неприятный запах возлагающейся ткани, ничего я никогда не видела, не слышала ни до, ни после. Я сделала перевязку с APV, попросив маму принести этот продукт, чтобы она купилась на складе, что она незамедлительно сделала. И на следующий день девочка бодрым шагом зашла в кабинет, спала ночью, температура нормальная и благополучно эта рана зажила. Для меня это был случай просто уникальный, применение прополиса, конкретно APV. И, конечно, я активно стала использовать их. И еще хочу сказать о том, что у маленьких детей перевязки с ожогами очень болезненные бывают. И даже препаратами, которые содержат обезболивающие средства, обезболивающий эффект наступает не сразу. И они буквально во время перевязки кричат. Когда я стала применять и APV, и AP-бальзам 1 при перевязках, то этой эффекта совершенно не было. Дети молчали, спокойно вели себя во время перевязок, сразу после. И я таким образом стала применять у ожогов больных именно вот этот метод. Далее особым таким случаем было заболевание ковида моей дочери совсем недавно. Она, конечно, была очень напугана тем, что это возникло. Она перенесла пневмонию, лечилась дома, потому что процент поражения был невысокий. Но, тем не менее, состояние было средней тяжести. И сразу же стали активно применять водный раствор прополиса. Потому что он обладает наиболее сильным выраженным антибактериальным и противовирусным действием. Где-то за 10 дней она приняла 600 грамм миллилитров этого продукта. Кроме того, она принимала чернику, то есть пергу в составе, трутневое молочко и также формула РА. И таким образом она очень хорошо вышла без тяжелых осложнений из этого заболевания. Я была рядом с ней, принимала продукт номер один, EPV, для того, чтобы не заболеть. Что мне тоже помогло. На этом я заканчиваю свой рассказ о применении продуктов компании Tenturium. Желаем здоровья, счастья и пользоваться этими продуктами наиболее активно. Всего вам доброго. Вы знаете, в свое время меня очень удивила вот эта история Людмилы Ивановны именно по повышению гемоглобина. Ну а что касается заболеваний, в том числе и вирусных, нужно понимать, что основное лечение при всех абсолютно заболеваний – это медикаментозное. А продукты пчеловодства компании Tenturium, вот в данном случае, если говорить о вирусных заболеваниях, они, конечно же, идут в помощь. Допустим, качество энергии питания – это мед, это перга, пыльца и, конечно же, ну вот все продукты, которые… А маточное молочко, да, в состав входит с маточным молочком, апиток, апитонус, апифитотонус. Защита – это все виды прополиса наши, водные, на растительном масле, на животном. Продукт номер три – водно-спиртовой прополис – это продукт номер один. Защита – это наш апихит, даже мертвые пчелы помогают, то есть апихит, который готовится с хитозана пчелиного, из-под мора пчел, он хороший сорбент. При различных вирусных заболеваниях в организме много накапливается токсинов, и именно тут хитозан тоже очень даже поможет это сделать, очистить, немножко связать эти токсины. Поэтому давайте будем рекомендовать всем своим знакомым, родным продукты пчеловодства, именно даже и для профилактики заболеваний, и даже во время, если заболеваний, плюсом. Дело в том, что пчелиные продукты, еще видите, что они делают, они побочный эффект убирают тех же антибиотиков. То есть если вы будете рекомендовать прополис на фоне приема антибиотиков, у ребеночка не будет дисбактериоза, а печень можно защитить от токсического действия вот этих препаратов различных, именно при помощи пчелиной пыльцы, пчелиной обнушки, тенториум плюс, пчелиный хлеб, хлебина. Следующий выступающий у нас Криволудская Ольга. Здравствуйте, меня зовут Ольга Криволудская, я из города Челябинск. Я мама троих детишек, и продукция тенториум занимает первое место в нашей аптечке. А у моего ребенка ДЦП, и мы использовали для массажа крем тенториум. И после месяца использования у нее начали двигаться на ногах пальчики. До этого они не двигались. Также крем мы используем при ушибах, при царапинах, при каких-либо укусах насекомых. То есть дети у меня даже называют его волшебный крем. Еще мне очень нравится продукт ЭПИВИ. Безусловно важно именно в период ОРВИ давать детям его каждый день для профилактики. Но меня поразило то, какое действие оказал этот бальзам при использовании наружно. У моего сына была рана и долго-долго не заживала. Не помогали антибиотики, компрессы. И был очень серьезный нарыв, который чуть ли не дошел до кости. Я решила чисто интуитивно попробовать ЭПИВИ. Сделала компресс. И через 4 дня у нас все это воспаление остановилось. И буквально через неделю рано полностью зажила. Для меня продукция ТЕНТОРИУМ прежде всего, как для мамы троих детишек, цена тем, что она полностью натуральна. Так, вы сейчас услышали замечательную историю. На самом деле я эту семью хорошо знаю. И Ангелина, о ком была речь, девочка это очень любит ТЕНТОРИУМ плюс и пчелиный хлеб хлебину. Вообще, если говорить о продуктах компании ТЕНТОРИУМ и о свойствах. Конечно, помимо оздоровительных свойств, всегда хочется отметить и такое свойство, как безопасный продукт, благодаря наличию завода, Пермского завода ТЕНТОРИУМ РОЛАНД и лаборатории Федерал, которая качество проверяет этого продукта. Но я бы еще хотела вот об одном свойстве сказать, что это очень вкусно. Вот Ангелина очень любит драже и вообще вот эти все питательные драже, Аписпира, Хлебина, ТЕНТОРИУМ плюс, они хорошо питают очень нервную систему, но что понятно, что при данной проблеме, при проблеме ДСП, это большая помощь. Еще Ангелина очень любит крем ТЕНТОРИУМ, она всегда берет его на массаж. И, в принципе, вот какой уже результат по использованию крема ТЕНТОРИУМ, об этом рассказала ее мама Ольга. Ну, а следующая история, это история уже теперь бабушка Матвеевская Татьяна поделится, как оздоравливает она своих внуков. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Матвеевская, я проживаю в городе Копейска, Челябинской области. Я имею четверых внуков, старшему внуку 14 лет, младшему 13, 8 лет и вот 4 месяца. Все внуки с рождения у меня едят продукт компании ТЕНТОРИУМ, то есть пока маленькие они были, с рождения вот капельки, по одной капельке, по две в род. Вот, также крем ТЕНТОРИУМ с рождения, массаж делали ребеночку вот. И сейчас старшие внуки, они формула УРА едят во время пандемии очень хорошо. ТЕНТОРИУМ плюс. Во время гриппа, вот бывает постоянно грипп, едят ЭКСТРОЛО и ОДЫВИД, ОДЫВИД. И никогда гриппом не болеет, особенно внук у меня, когда маленький был, сейчас ему 14 лет, он всегда обижался, говорит, что-то все отдыхают, болеют, а я в школу хожу, в школу хожу. И также ТЕНТОРИУМ плюс, вот сейчас вот я беру ТЕНТОРИУМ плюс, внуку, которому 4 месяца, вот мы уже по две горошники будем ему давать. Сейчас вот он родился, ему ЭПИВИМ, ЭПИВИМ капаем и мед с маточным молочком, насосочку он кушает. Вот это продукт номер один у нас вообще из аптечки не выходит. Уже знают, даже 8 лет внук, он с рождения где-то что-то поцарапал, сразу раз упал с ссадины, сразу раз продукт номер один мажем. Также дочери используют вот герпес, если герпес чуть начинает чистаться, все герпесом помазал продукт номер один и все это проходит. То есть продукт номер один у нас в аптечке не, ну, постоянно в аптечке у нас находится. Татьяна оздоравливает своих внуков, то есть она использует для профилактики всех заболеваний продукты ТЕНТОРИУМ. Я бы еще немножко хотела добавить, что в компании ТЕНТОРИУМ есть противовирусная аптечка. Она включает в себя и водный прополис, продукт номер один, Ринофактор. Вот Ринофактор очень тоже люблю и вообще нужно, чтобы в каждой семье вот везде он был. И вообще вот эта вся аптечка была в каждой семье. Еще есть прополис с витамином С и жидкое мыло. Поэтому, пожалуйста, сделайте так, чтобы в каждой семье была такая противовирусная аптечка. Вот. А сейчас я хочу рассказать о следующем докладчике. Этого человека я знаю более 40 лет. Мы с ним вместе закончили вот Карагандинский медицинский институт. И встречайте Каримова Лизат Туяковна, врач-педиатр. Я Каримова Лизат, экс-педиатр, город Караганда, Казахстан. В течение последних 20 лет я принимаю продукты компании ТЕНТОРИУМ. В возрасте 39 лет я думала, наверное, так подкрадывается старость. Потому что я чувствовала хроническую усталость. Все время мне хотелось спать. И, конечно, я спала. Принимая ТЕНТОРИУМ плюс драже, на пятый день я почувствовала, как будто возвращается мне вторая молодость. Я стала меньше спать. Утром почувствовала бодрость, активность. Появилось желание что-то делать. И стали мы по главе с Натальей Степанной Масаловой, однокурсницей моей, изучать мир пчёл. Хочу сказать огромное спасибо Наташе. В начале продукты принимали от всех болезней. Пройдя некоторое время, мы поняли, что это натуральные продукты питания, экологически чистые, сохраняющие свои лечебные свойства благодаря ноу-хау компании и творящие чудеса. Хочу сказать огромное спасибо основателям компании за чудесные чудо-продукты. Рекомендуя другим, я получаю огромное удовольствие и называю свои продукты чудо-продуктами, которые творят чудеса. Хочу поделиться историей одной. Девочка 11 лет страдала системной красной волчанкой. Состояние её было крайне тяжёлым. Фактически она постоянно находилась на стационарном лечении. Когда её выписывали, прогноз для жизни писали неблагоприятный. Разрешили нам подключить наши продукты из-за того, что исход болезни был один. Выглядела девочка как кукла-неваляшка из-за отёков. Самостоятельно она не могла ходить. Ходила при поддержке мамы. На коже были стрии. Это растяжки кожных покровов. Были они тёмно-покрового цвета, шириной 1-1,5 см. И на этих стриях были трофические язвочки многочисленные. Страдали вообще все внутренние органы. Из-за осыта, то есть жидкости в полости живота, девочка очень плохо дышала. Была постоянная одышка. В полости сердца также была жидкость. Параллельно с медикаментозным лечением она стала принимать внутрь опиток и ЭПВИ. Через месяц состояние девочки улучшилось. Она сказала, что у неё улучшилось настроение. По мере улучшения состояния стали подключать и другие продукты. Это хлебина, это экстра-эпифунгин, это хинази, это, конечно же, крем-тенториум. Научили маму составлять программы оздоровления. Девочка стала всё реже и реже поступать в стационар. Состояние всё лучше и лучше. Принимали они продукты длительно. Девочка закончила общеобразовательную школу, поступила в техникум, работает. Эта история была в начале 2000-х годов. Я считаю, что это настоящее чудо. Настоящих чудесных продуктов. Разве это не чудо? Вы услышали сейчас о таком серьёзном заболевании, как системная красная волчанка. То есть это аутоиммунное заболевание. Протекает, как правило, очень тяжело. И основное лечение, конечно же, медикаментозное, включающее в том числе и гормональное лечение. Вот продукты тенториум, продукты человодства, какая задача здесь, вот их задача. Но первое – это профилактика рецидивов. Далее, если всё-таки рецидив случился, как-то облегчить состояние бойного. Вот, то есть, ну и, наконец, борьба с остаточными явлениями. Вы знаете, вот страдают при этом заболевания абсолютно все органы и системы. То есть и внутренние органы, и кожа, и суставы. Елизавета Яковлевна рассказывала, допустим, как, например, поражённой кожей помогал прополис. Вот на самом деле прополис, он является, обладает и заживляющим эффектом, и противовоспалительным. Такой продукт, например, как перга, хлебина, которую очень любят больные, вот, с системной красной волчанкой. Хлебина – это хорошее питание для, абсолютно для всех органов и систем. Ну, а, допустим, такой продукт, как маточное молочко и, опять же, прополис, они способствуют выработке эндогены для кортикоидов, гормонов, надпочечников. И я вот в моей практике, например, есть такие результаты, когда благодаря комплексному назначению наших продуктов вместе с медикаментозом в лечении лечащий врач постепенно уменьшал дозу преднизолона. Вот заметьте, лечащий врач, да, не сам больной. Вот, и, ну, это тоже, это вообще здорово, то есть, когда человек получает меньше гормонов. Вот, ну, и мед, если говорить о меде, опять же, противовоспалительный эффект, успокаивающий эффект. Ну, в общем-то, тоже рекомендуйте. Так, а следующая участница, она, тоже ее знаю очень давно, она еще и моя родственница. Это лидер города Садка. Галина Шарипова оздоравливает жителей Садки вот уже более 20 лет. Ей слово. Добрый день всем. Меня зовут Галина Шарипова. Я живу в городе Садка Челябинской области с продуктами пчеловодства компании Тенториум. Знакома с 98-го года. Хотелось бы поделиться некоторыми историями. Вот одна из таких ярких, значит, ко мне обратилась женщина, у которой внучка 7-месячная не набрала ни одного грамма с рождения. То есть, вот с каким весом родилась. Девочке было 7 месяцев, вот вообще не набирала вес. Естественно, это была тревога педиатров и родителей, и бабушки. Вот, и когда мы с ней встретились через месяц, она взяла маточное молочко, вот, и был такой прекрасный результат. Девочка набрала в первый месяц полтора килограмма. Потом, значит, они продолжали, мы с ним общались. То есть, дошло до того, что вот ко мне даже пришла педиатр участковой этой девочки. И вот она поделилась таким тоже замечательным результатом, что они получили такой прекрасный результат. Вот, и, кстати, эта педиатра, она говорила, что когда она училась в медицинском институте, у них был курс апитерапии. То есть, она это очень хорошо приняла. Вот, и был еще один интересный случай. У моей знакомой, мальчик-подросток, в седьмом классе, все уже выросли на две головы выше его, а он засел в росте. И вот она говорит, как ты думаешь, чтобы нам попринимать, чтобы вот начал расти мальчик. Вот, и мы опять же приняли решение, что маточное молочко и хлебину. И вот буквально через 2-3 месяца я их встретила, мальчик маму догнал и стал перегонять. Вот, ну, уже прошли годы, сейчас это очень взрослый, высокий, статный, красивый молодой мужчина. Вот. И, конечно, за эти годы очень много было историй, интересных наработок. Вот, у нас в садке очень много наработок по бесплодию. Вот, и у меня, у самой трое внуков, внучек, 18 лет, 14 и 8, и все они выросли на этих продуктах. Я хочу сказать, что вообще дети очень любят делать что-то сами. Вот, посмотрите, сейчас они смотрят там в интернете, тиктоке, эти лайфхаки, и все это повторяют. Переводят кучу продуктов, я думаю, что вам это все знакомо, делают какую-то ерунду, им это очень нравится. И вот я точно знаю, что если они готовят сами, вот у меня внук там, где-то ему было 4 годика, значит, когда болеют, кашляют, наливаем полстакана молочка, туда мягкий жим продукта номер один, концентрированного прополиса. Мы это называем прополисное молочко, ставит сам в микроволновку, и получается такой прекрасный у него напиток, и полезный, и в общем, пьет с удовольствием, дети очень любят делать сами. Я хочу обратить внимание, вот этот год, он очень тяжелый, 20-й год, коронавирус, пандемия, сейчас осень, надвигаются всевозможные вирусные заболевания. Я бы хотела вам обратить ваше внимание на такой продукт, как маточное молочко, опиток. Дело в том, что, вот смотрите, маточное молочко имеет в своем составе природные интерфероны. Интерфероны – это вещества, которые обволакивают клеточку, живую клетку в организме, и препятствуют проникновению вируса в клетку. Дело в том, что вирус – это абсолютно мертвый белок, и он никакого вреда не наносит организму живому, пока он находится вне клетки, и даже в межклеточном пространстве в организме. И только лишь проникая в клетку, он начинает себя продуцировать. Клеточка думает, что она его мама, и начинает воспроизводить вирусы. Вот, поэтому я считаю, что обязательно сейчас для профилактики обязательно маточное молочко деткам, взрослым, конечно, тоже, естественно, обязательно. Вот парочку такую. Если опиток, там еще и прополис есть. Прополис сам обладает противовирусным, противомикробным свойственно обладает. Вот, ну и плюс еще, если местно там орошать водным прополисом полость рта, или масляным смазывать слизистые, то я думаю, что это будет очень хорошая защита, надежная для наших детей. Пока еще дети наши, слава богу, ходят в школы. Дай бог, пусть так и будет дальше. Ну и вот, все-таки вот такую профилактику я всем советую сделать. Спасибо всем. Ну и как вы поняли, к противовирусной аптечке Галина Шарипова всегда добавляет еще и опиток. Еще я знаю, что в этой семье очень любят продукт номер 3. Это водный прополис и продукт номер 1. И нисколько там нет спирта. Вообще очень хороший продукт, тоже используйте его сейчас. Для профилактики вирусных. И что касается маленького веса, вот особенно рождаются детки, вот гипотрофики, да, недоношенные детки рождаются. Здесь, конечно же, маточное молочко. Ну иногда, не иногда, а частенько приходится отвечать на вопросы нашим дистрибьюторам, вот у кого малыши рождаются с такой проблемой. На самом деле очень много сейчас таких детей с отягощенным акушерским анамнезом. То есть роды тяжелые, беременность была тяжелая. И вот чем раньше продукты подключите, тем лучше. Ну вот с рождения уже можно водный прополис, буквально по одной капельке. И вообще капелька на месяц жизни водный прополис дается. А где-то ближе к месяцу маточное молочко, опиток, например. Опиток можно кормить и раньше, вот маму. То есть если ребенок на грудном скармливании, то ребенок получит. И быстрее восстанавливаются рефлексы, быстрее набирается вес. Но еще плюс получается хороший противовирусный эффект защиты. Поэтому пользуйтесь этим продуктом. И следующая история у нас это Протас Ксения. Это тоже мамочка двух детей. Здравствуйте. Меня зовут Ксения Протас. Я из города Челябинска. Хотела бы сказать огромное спасибо компании «Конториум» за то, что она есть. Я довольный клиент. Сама моя семья, родственники, друзья. И хотела бы рассказать одну историю, которая связана с прекрасным рождением ребенка. Моя подруга и ее муж более 10 лет не могли родить ребенка. Были небольшие проблемы. Все, что только не перепробовали. Тогда я предложила им попробовать продукцию компании «Конториум». Они согласились. Начали с полной программы очищать организм. И потом уже формулу «Ура» подключили. Маточное молочко, крем «Конториум», «АйпиВи». И все это вместе дало, конечно же, свой результат. У них родился прекрасный малыш. И таких историй я могу рассказать очень много. Сама лично вылечила гейморит. Мой муж очень любит «АйпиВи» – капать в глаза. Потому что у него была начальная стадия катаракты. И зрение минус полтора. Сейчас у нас минус 0,5. И никакой катаракты нет. Конечно же, детки любят крем «Конториум». Недавно позвонила подруга и сказала, «Ксюша, вспоминаю тебя всегда добрым словом». И вот недавно опять вспомнила. Я говорю, что случилось? Она говорит, у меня остался крем «Челедония». Мозоль никак не проходила. Я помазала, и все прошло. И это здорово, что у нас есть такие продукты, которые мы все очень любим. Спасибо, компания «Конториум». Я тебя люблю. Бесплодие – это очень серьезная проблема. И она встречается у 15% супружеских пар. Это всех супружеских пар. То есть это очень большой процент. Причин много разных. Если говорить об одной из причин – это воспаление. Как у мужчины может быть, так и у женщины воспалительный процесс. И здесь, помимо медикаментозного лечения, конечно же, хорошо использовать все виды прополиса, как внутри, все виды наших кремов «Конториум», которые содержат прополисы местно. Кроме того, вот эти воспалительные процессы, они часто приводят к спайкам и к непроходимости труб. Тоже причина бесплодия может быть. И вот здесь, конечно же, формула РА – это пчелиная огневка с ее ферментом цираза. Тоже очень много положительных результатов по формуле РА. Ну и часто причины бывают, знаете, какие вот это дисгормональные нарушения, опять же, и у женщины, и у мужчины. И поэтому маточное молочко, апиток, апитонус, апифитотонус очень хорошо, потому что он содержит еще и пыльцу. Ну и труднее во молочко – это мужчина. Главное, чтобы оба супруга употребляли эти продукты. Ну и на одном из выступлений перед лечебным медицинским коллективом, врачебным коллективом, я познакомилась с врачом-аллергологом Гладышевой Людмилой Федоровной. Сегодня послушайте, пожалуйста, ее историю. Здравствуйте, Гладышева Людмила Федоровна, педиатр-аллерголог, работаю в компании больше 20 лет. Пришли ко мне в поликлинику, в мою детскую поликлинику, Анталия Степанова Масалова, Сергей Кара, и подписали. Я начала, пришла в компанию за здоровьем. Начала сначала с мамы, потому что у нее были серьезные проблемы. Она перенесла на тот момент два тяжелых инфаркта. Поэтому сразу я ей купила АПИФИТОТОНУС и очистку желудочно-кишечного тракта. Потому что в ананнезе у мамы был серьезный полип, его удаляли. И запоры у нее очень часто, геморрой. Потом последствия я добавила АПИВИ, АПИБАЛЬЗАМ 1, продукт номер 1. Она принимала у меня АСИЛЬ, мед с мамеем, АПИФИТОТОНУС, я уже говорила. Это формула РАА, экстра бифунгин. Впоследствии появился АПИХИТ, я ей добавила. И кедровые орешки с маточным молочком. Очень любила она хлебину, чернику с пергой и другие продукты, конечно, я ей давала. Результат очень удивительный. Мама еще впоследствии переносила микроинсульты, макроинсульты. И я ее просто вот с этими продуктами, без медикаментозных средств, поднимала с постели. Да, она уже даже ходила в памперс. Потом еще результат у меня по своему здоровью. Я педиатра-аллерголог, но она специально, что сапожник без сапог. У меня аллергия 1975 года. Все проявления на пыльцу, которое летает по воздуху. Полиноз. Это аллергический ремид, аллергический конъюнктивит, аллергический фармидит и другие. Все это я узнала уже потом, впоследствии, когда училась в Москве на аллерголога. И у меня сделали аллергопробы. У меня практически на всю с апреля по октябрь было 3-4 креста. И профессор мне сказал, что я выйду в пули и не могу погибнуть от приступа бронхиальной астмы. Но этого не случилось. Потому что я встретилась с представителями компании Тенториум и занялась параллельно с мамой своим здоровьем. Я принимала, конечно, APV. Сорбус на тот момент у меня. Были стрессовые ситуации. Далее не подскакивало. Я принимала продукт номер один. Удевит, экстралор, формулу РАМ. Апи-крем, естественно, тоже я принимала. И впоследствии уже другие тоже продукты. Когда появились бифидохлебина и гипоталином, я их тоже серьезно принимала. Никаких последствий и реакций на эти продукты у меня не было. И я помогла себе избежать диагноза бронхиальной астмы. Это Челябинск, город Бронхитов и бронхиальной астмы. Потому что у меня впоследствии добавилась и пищевая, и лекарственная, и бытовая, и эпидермальная аллергия. И на выбросы, естественно, и холодовая. И на животных и так далее. И я с этим справляюсь своими продуктами пчеловод. У меня постоянно с собой аптечка в сумочке. Это ЭПИВИ, продукт номер один АПИХИТ, крем-тинториум и АПИКРЕМ. Еще я расскажу историю по своей, нужно сказать, по ребенку. Которые обратились ко мне, что ребенок часто болеющий. И что он нервничает. И он не может принимать все таблетки из аптеки. Я назначила ребенку ЭПИВИ и экстрабифунгин. И на фоне вот этих продуктов у ребенка вышло восемь аскорид. Мы очень удивились, конечно. Но слава Богу, ребенок избавился от глистов. Вот такие истории. Проблема инфаркта, инсульты в последнее время все чаще и чаще встречаются. И очень важно знать, что человеку можно помочь, помимо медикаментозного лечения, и нашими продуктами. И хорошее питание для сердца, для мозга. Это, конечно же, маточное молочко, это хлебина, пыльца, тенториум плюс. И вот, допустим, кардиологи и неврологи, они знают эти продукты. И вот у нас было очень часто много таких случаев, когда даже в реанимацию, когда приносили маточное молочко, вот и медовую композицию, доктора разрешали давать понемножку. То есть доктора про маточное молочко знают. Это здорово. И что касается аллергии, вот смотрите, доктор, да, Гладышева Людмила Федоровна, она при своей такой аллергии на много продуктов, на разную пыльцу, а на пчелиные продукты аллергии она не дала. Почему? Потому что чистые продукты человодства, настоящие, да, вот в компании тенториум именно такие, они, вообще врожденная аллергия, бывает всего 0,9%. Это очень маленький процент, вот на красную ягоду 15%. Просто нужно знать, что бывает еще псевдоаллергия. Когда бывает псевдоаллергия? Когда, первое, это когда человек мало пьет воды. Второе, если у него есть какие-либо проблемы с желудочно-кишечным трактом, с почками, то есть органы выделения нарушены, и получается, что вот страдают из этого кожи органы дыхания. Вот. И здесь нужно просто знать, что нужно, есть особенности применения апифитопродуктов, помимо того, что нужно водички побольше пить, воду и так надо пить, да, полтора литра это обязательно, если говорить о взрослом. Вот. И второе, обязательно нужно, вот что касается наших продуктов, если аллергик человек, начинать с маленьких доз, и постепенно повышаем, ну и лучше начинать с программы чищения, а потом только питательные дрожжи. То есть программа желудочно-кишечного тракта, еще раз повторюсь, два раза в год, ну обязательно, вообще это всем бы обязательно, ее употреблять. Так, и сейчас мне, я хочу познакомить вас с удивительной женщиной, ну удивительной потому, что она мама семерых детей. Это Белоусова Лариса, город Челябинск. Здравствуйте, меня зовут Лариса Белоусова, город Челябинск. Я мама семерых детей, очень не люблю, уважаю тенуторию, и считаю, что все дети мои здоровы и прекрасно себя чувствуют благодаря продукции тенуториум тоже. Конечно, здесь много факторов накладывается. И хочу рассказать свой удивительный случай. После шестого ребенка я почувствовала, что лишена сил, в ней ресурсы нахожусь, и мне нужно восстановление. Я поехала в клинику тенуториум с пактерами, прошла пчелоужаление, процедуры все, которые предлагал мне, а врач восстановила свое здоровье и через два месяца узнала, что я беременна. И наше чудо Катерина появилось на свет. Катенька, покажись. Вот такая замечательная девочка, красавица. Здоровая, милая, хорошая. Тенуториум в моей жизни сыграл очень большую роль. Я стараюсь всем детям отдавать его по мере необходимости. Эпи Ви обязательно, апписфиру, грибина. Ну, все знают про тенуториум очень много. Конечно, безупречный крем, который всегда всем помогает, это крем тенуториум, который в моей жизни сыграл тоже большую роль. Благодаря этому крему я познакомилась с такой замечательной компанией. И когда-то обрела. И до сих пор нахожусь в таком восторге и восхищении, что всем советую и желаю пользоваться этой продукцией. Потому что пчелы, они наши друзья, они рулят и дают все нам самое необходимое для сил, красоты, здоровья и энергии. Благодарите тенуториум. Слава Богу за все. Всем желаю здоровья и благополучия телесного и душевного. Всего хорошего. А с этим доктором мы знакомы тоже более 25 лет. Мы работали в одной детской поликлинике. Тамара Георгиевна Марченко. Раньше проживала в городе Челябинске. Сейчас в Ленжике. Пожалуйста. Я Тамара Марченко. В компании с 2001 года. Я детский врач. Очень осторожно относилась к меду. Так как нас в институте учили, что это сильный аллерген. Но моя мама, в то время, будучи в 2001 году, у нее 9 внуков. Она всех лечила медом. В том числе и моих, когда они были у нее в гостях. Поэтому, встретившись с Натальей Степановной, в первую очередь я ей хотела сказать, что я хочу попробовать поправить свое здоровье. У меня варикозное расширение вент, тромбофлебит. Работал я тогда на участках. Беспокоили сильные боли, отеки в конечностях. И попробовав покормить себя, как говорится, получив хороший результат, у меня прошли боли. Стали текать ноги меньше. И поэтому я влюбилась в наш продукт. Что я рекомендую при варикозе? Вначале ППЗ и Апихит. А затем чередовать формулу РА, Сорбус, Экстрабифугин, Аписпира. Снаружи крем Тенториум. Но мои любимые продукты это ЭПВИ и крем Тенториум. Получив на себе хороший результат, я тогда начала уже и кормить своих ребятишек. Пригласилась на встречу свою хорошую подружку, которая всегда к нам с мужем обращалась как к педиатрам, так как у нее сильно болел ее сынишка. Мы начали получать хорошие положительные результаты. Что я рекомендую деткам, так как я работаю педиатром, своих внуков, а сейчас уже у меня внуков 5, я кормлю, начиная после выписки с роддома. Это ЭПВИ и крем Тенториум наружно. После нескольких недель я уже покупаю опиток, маточное молочко или полянку, а то и другое вместе. И чередуем. Вначале насоску, а потом на кончике ложечки. Разводим водичкой, если ребеночек заболел. Мы не знаем, что такое аллергия и что такое дисбактериоз. Хотя на других детях я это вижу. Но 100% я поверила в продукт и начала подписывать всех своих родственников. Это когда моя племянница, будучи замужем и несколько лет не могла забеременеть, и после употребления наших продуктов она забеременела. И самое такое счастливое было ее восклик, когда она со мной встретилась. Тетя Тома, тетя Тома, я от вашего Тенториума забеременела. Естественно, это была большая награда. И тогда я стала кормить всех своих родственников. Я выстроила сеть, состоящая из моих близких товарищей, друзей и своих родственников. Что я делаю? Я подписываю даже своего родного брата, в то время родную сестру, всех своих племянниц. Я подписываю, если они в другом городе, потом подкрепляю в офис. И всегда на связи, на телефоне. Я рекомендую, назначаю, получаю хорошие результаты и радуюсь вместе с ними. Ну и с помощью того, что я рекомендую при бесплодии. Это женщине формула РА, экстребифунгин, опиток, тампоны с опипальзамом 1 или 2. Мужчине я рекомендую, а песпиру трутневое молочко. А вместе они потом, уже когда забеременеют, они вместе получают хлебину и маточное молочко. Не без помощи тенториума я улучшила свое материальное положение. Ну, скажу два слова, потому что уже времени нет. Я из города Челябинска переехала в Геленджик. Живу под Геленджиком. Всех вам желаю здоровья, благ и земных, и внеземных. Всего доброго. Вот, и я очень рада, что Тамара Георгиевна стала пользоваться продуктами тенториум и получила такие результаты. И вот она сегодня не рассказала про результаты, я вспомнила. Я тоже хорошо знаю всю ее семью. Леонид Петрович, это ее супруг, вначале немножко скептически к этому отнесся, вообще к потреблению продуктов тенториум, врач скорой помощи супруг у нее. Но когда случилась беда, перелом шейки бедра, и вот я хорошо помню, Татьяна Георгиевна, мы с ней порекомендовали, значит, что ему, маточное молочко, опиток, мед с мумиё и аписпиру. И вот заживление очень быстро пошло, был и он удивлен, и его коллеги-доктора. И с тех пор Леонид Петрович тоже стал потреблять продукт. А вообще Тамара кормит всю свою большую семью. Вот тоже помню, что уже через три месяца насчитывалось более ста, вот только родных и знакомых вот ее. И, ну, от компании за вот такие рекомендации продукта, конечно же, вознаграждение. Ну вот, и в заключение я хочу поблагодарить абсолютно всех выступающих. И, ну, я думаю, что все-таки вот эти советы, которые сегодня мы давали, я думаю, что они вам очень помогут. Ну, а теперь, внимание, очень коротенький ролик. 1999 год, то есть это 21 год назад. Красная Поляна, Дагамызь. Я, ты дистрибьютор компании Тенториум. Я тогда... Я хочу пожелать всем мамам нашим кормить наших детей уже с рождения маточным молочком, прополисом. И тогда наши дети всегда будут здоровы. Кормите своих детей и сыноков прополисом, маточным молочком, продуктами Тенториум, и ваши дети будут здоровы, а мамы и бабушки будут счастливыми. Спасибо. Продолжение следует...